19 лет Белорусскому Республиканскому Союзу Молодежи. За эти годы в организации выросло не одно поколение. Сама система, конечно, преобразовалась. Добавились новые акции и направления. И, что важно, изменились возможности. Они стали шире и доступнее в силу, например, развития информационных технологий. Но не сменился общий дух и общая цель – объединить молодежь и направить ее активность, силы, умения и знания в нужное русло. Сейчас у нас, конечно, есть большой вызов, большая работа в социальных сетях, в интернет-пространстве, потому что он с каждым годом все больше и больше завоевывает молодежь. И там приходится вести и реализовывать различные медиапроекты, касающие гражданско-патриотического воспитания, касающие вообще какой-то, мне кажется, и кибербезопасности молодежи в том числе. Конечно же, Союз развивается и брендировано, потому что у нас появляются новые логотипы, новые формы работы. И хочется сказать, что, конечно же, в дальнейшем мы тоже будем развиваться. Накануне в формате диалога состоялась встреча поколений. Молодежные лидеры разных лет и творческая, перспективная и талантливая молодежь победителей конкурсов и акций БРСМ. Что важно, уже сейчас активно работает схема, когда не молодежная организация предлагает различные проекты молодежи, а совсем наоборот, молодежь выдвигает свои идеи на рассмотрение. Это здорово, ведь они двигатель прогресса, за ними будущее города. Человек, который состоит в нашей организации, он более собран в целом, потому что, действительно, те проекты, которые мы предполагаем, те направления, их 8, через каждое направление он может реализовать и выбрать то, что ему нравится. Будь это профилактические мероприятия, будь это волонтерство, либо работа в студенческих отрядах, все-таки человек получает дополнительную специальность, это опыт общения со своими сверстниками, опыт в организации мероприятий, и опыт участия и победы в различных творческих мероприятиях и так далее. Поэтому я считаю, что люди, которые прошли нашу школу БРСМ все-таки имеют знак качества, и я вот очень им не горжусь. Я считаю, что БРСМ — это отличная возможность раскрыть себя. Я, как молодая девушка, поступив в университет, я уже была членом БРСМ, но именно в университете для меня БРСМ раскрылся по-другому. Я начала участвовать в различных мероприятиях, как вокальных, так и в каких-то квестах. Это наполнило мою жизнь новыми событиями. Я считаю, что это было чудесно. Наш проект Herbal Line победил в игре начинающий фермер, который проходил в Москве в мае этого года. Мы прошли в эту игру и вообще прошли в финал благодаря тому, что мы тесно сотрудничаем с БРСМ. И нам очень помогал наш первый секретарь Брестского района Дмитрий Новичук. Вместе мы шли шаг за шагом, этап за этапом. И вот после года вот этих всех этапов мы дошли до Москвы, где представляли не только нашу деревню, нашу школу, а представляли всю нашу республику. Было волнительно, мы готовились, и как бы все прошло как надо. Мы привезли победу, привезли гордость с собой. Мы очень рады. Ни для кого не секрет, что членство в молодежной организации – это не просто толчок, это возможность раскрыть свои амбиции и возможности, а также при желании – прекрасный шанс построить будущую карьеру. Одним из тех, кто это подтверждает, является Алексей Шевердин, заместитель главы администрации Московского района города Бреста. Мне посчастливилось участвовать в создании БСМ. Когда-то были две организации, идентичные БСМ и БПСМ, конкурирующие совместно, которые пытались доказать, что одна организация лучше другой и так далее. Мы тоже проходили. Но когда создалась одна организация, на объединительном съезде четкие были поставлены задачи, что организация должна быть одна, цели у организации одни, молодежь у нас одна, и вместе надо, скажем так, побеждать, создавать, строить, и от этого выиграют только все абсолютно. За 19 лет организация сделала много. Ежегодно, ежемесячно в нашем городе проходит множество мероприятий и акций, организованных волонтерским движением «Доброе сердце». Это помощь детям и молодежи с ограниченными возможностями, детям в больницах, детям, лишенным попечения родителей, помощь инвалидам и тяжело больным, ветеранам и одиноким людям пожилого возраста. Также регулярно ведутся работы по уборке и облагораживанию города, а множество социально-патриотических акций направлены на поддержание особо значимых для города мест в чистоте и порядке. Много еще предстоит сделать, придумать и воплотить. Запас идей будет неиссякаем ровно до тех пор, пока молодые и желающие что-то сделать, помогать, придумывать и создавать, ребята будут приходить в союз молодежи.